Под прошлым роликом вы активность проявили, спасибо, теперь моя очередь делать ответочку. Самый большой розыгрыш в истории моего канала. PlayStation 5, Xbox. Троим победителем я куплю новую игру, которая вот только сегодня выходит. Cyberpunk, на любую платформу, не важно что у вас, ПК или Xbox. Бутсы, Adidas, любой размер и любая модель. Три коллекционные футболки, в том числе Amkala. И давайте сюда десятого победителя добавим, пусть будет Nintendo Switch. Вам нужно просто подписаться на мой инстаграм. Вы, как только туда зайдете, увидите три поста, которые вышли одновременно с этим роликом. Вам на них нужно проявить максимальную активность, это поставить лайк и написать любой комментарий и неограниченное количество раз. И все, получается, больше никаких условий нет. Мы либо числа 20 декабря определим победителей, чтобы прям под Новый год им выслать подарки, либо, как только на этом ролике, наберется 100 тысяч. Так что, если вы в свою удачу не верите, то хотя бы помогите другим ребятам, которые реально там активничают в инсте, просто влепите лайк под этот видос. Всех обнял, с наступающим и приятного просмотра. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Меня все так же зовут Гермнель Классико. И у меня есть своя команда, которая играет пока еще в любительский футбол. Сегодня я постараюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы. Почему блогеры играют в замкалпро, какие вообще цели и задачи, кем вы усилились. И, в общем, все это, конечно же, будет. Но начнем с тизера, как всегда. Не надо заинтересовать, но кто там 2-0, это с пульский результат. И, в общем, я думаю, собрать своих ребят. И сделать нечто вроде Амкала первого сезона. Судя по тому, как я вижу вашу отдачу на канале, я понимаю, что Амкалпро вам интересен. Вам хочется знать, куда заведет нас эта история. Но так как это не прописанный сценарий, мы сами пока не знаем. И вот уже сегодня у меня есть для вас много новых новостей. Ну и если вы так же быстро набираете 70 тысяч лайков под этим выпуском, как этот парень сейчас исчезнет из моих рук... ...то мы незамедлительно готовим вам новую серию Амкалпро. Будем показывать, рассказывать. И самое главное, будем прислушиваться к вашим комментариям. Ну а наш рассказ мы начнем по порядку. С очередной игры в Аматер в Лиге, Испания. Там, где наша команда порится за попадание в Еврокубке. Матч против Атлетика Марбелья мы начали более чем удачно. На ударную позицию вышел Олег Дрожук и открыл счет в этом матче. Затем огромный Стас Сычев показал, что он умеет не только обороняться, но и созидать. Вратарь спасает и добивание в никуда. Но по своей сути, эта лига мне нравится, потому что тут что ни мать, что какие-то разборки обязательно бывают. И эта игра, конечно же, не стала исключением. Было очень много стыков. Все играли на грани вот того, чтобы причинить оппоненту травму. Причем и с одной стороны, и с другой. Ну и, к сожалению, под занавес первого тайма не удержался на ногах Стас. Олег Дрожук потерял мяч на фланге. И это привело к взятию наших ворот. 1-1! Здесь неплохо подкараулива скок нападающих соперников. И поражает наши ворота 1-1. К сожалению, Серега Горов не смог доиграть этот матч. Получил он травму достаточно серьезную. И после этого еще пропустил несколько тренировок. Да у тебя кто-либо победит за Амкалит? Ждан. Кто? Ждан. Где он? Сегодня не играет. Он за основной Амкалит. Еще один момент у наших ворот. Матвей Дарануха промахивается мимо мяча подкакит. Даня вносит мяч, но ценой у собственных. Ну, вы сами прекрасно понимаете. Смотрите повтор. В тот шанс Атлетику выкатите и да пробей. Боже мой! Боже мой! Но самая веселуха началась во втором тайме. Во-первых, еще не один десяток моментов мы упустили. А во-вторых, судья решил, что именно он должен стать главным героем этой встречи. Во-первых, с огромным удовольствием за разговоры он награждал игроков соперника горчичниками. А в этой конкретной ситуации оказалось, что желтая карточка вторая. И красная карточка. Вот так вот. До свидания, Амкалит Арбитер. Вот такая вот жаркая консоль. И наши команды будут играть в большинстве. Ну и это еще не все. Далее происходит вот такое вот столкновение. Судья показывает, что можно играть. И мы доиграли момент до забитого гола. Декал в кутки и ворота ставит ногу. Но здесь, конечно же, у Атлетика Марбели подгорает невероятно. Что за дело-то, блядь? Ну, он профессиональный судец. Отменяй, блядь. Снимай тебя нахуй вообще. Никогда судить не будет, гаденыш. Гаденыш, на черных, блядь. Гаденыш, нахуй. Не надо переходить, ребята. Я попросил не оскорблять официальных лиц. Попросил не оскорблять. Вот и все. Только не ценят свой статус официальных лиц. Ну все, ну отдайте его. Чтобы понять эту ситуацию полностью, наверное, стоит посмотреть повтор. И признать, что, скорее всего, нарушение в этом эпизоде все-таки было. Но, как следствие, ребята просто не могли успокоиться. Накидывали одно обзывательство за другим на главного арбитра. И, собственно, получается еще удаление. И не одно. Ей-богу, обожаю эту лигу. Она лучшая на планете. Что не матч, что обязательно какие-то прям потасовки, какие-то драки, споры, красные карточки. Ну и самое ржачное, что после трех удалений должны были закончить матч кихнарем для наших оппонентов. Но нет. Нам почему-то решили дать возможность доиграть до конца. И забить мне финальный гвоздь в прыжку гроба этой команды. Финальный свисток. Амкал обыгрывает Марбелио. Я очень хочу быть справедливым и честным, как человек, который... Я не знаю, как это будет выглядеть с повторов, но человек, который находился в метре от ситуации, я охерел, потому что нарушение было. Рев говорит, продолжит, дальше продолжилась атака. И, типа, я понимаю негодование пацанов, которые играли против нас, вот. Но претензий к нам не должны быть, потому что мы не были инициатором того, чтобы удаляли там. Друзья, мы в LFL стартанули. Это круто. А, еще минусы есть. Нету бровки, не видно ее. Вышки нет для камеры. Поэтому сегодня снимаем снизу. Деку не может играть в матчи. Он заявлен, но ему дали дисквалификацию от 1 до 16 матчей. Знаешь, за что? За то, что он был заявлен за одну команду в LFL. Видимо, за Adidas 23, вот, где чужой играл. И параллельно еще где-то приехал в футбол, сыграл. Вот, типа, тоже в LFL. И, типа, его дисквалифицировали. Ну и, собственно говоря, 4 таких матча сыграл Деку. Он, кто сам того не понимая, сыграл в незаявленном. И за каждый из них ему вписали по 4 игры дисквалификации. Пока я вам это рассказываю. У нас чужой забивает первый гол в LFL в истории Амкало-Про. Отличился он благодаря ошибке вратаря наших соперников. О, чужой уже банку. Или кто это? Кто банку забил? Чужая? Ну, все. Антон Чужой ведет нашу команду в атаку. Рома Тринихин. Прострел на Олега Дружука. И двушечка. Двушечка уже сидит. Собственно, все становится понятно в этой игре. Уже в первом тайме. И исход матч практически решен. Сидыч не может играть, потому что у него помимо перебора карточек в том матче, когда мы сообщали, он еще и травмился на Кубке Ютуба. Он что-то флаг дернул. Пожалуйста. Получается, пишите, Иваныч, шанс к Герману. Он шанс к и тысячу. Да, да, да. Выражался, он калиброй. Бара вышел играть в центр поля. Это для него был дебют. Передача на Рому Тринихина. Подача. Но до меня мяч, к сожалению, не зашел. Вот, немножечко не хватило мне. Братарь на перехвате сыграл. Ну и, собственно говоря, на этом первый тайм подходит к концу. Уверенные 2-0 в ЛФЛ. Это хорошее начало. Все по силам, да, доводим. На данный момент такие решать, ребят, ну надо забивать. Я уху, палки. 2-0 это скользкий результат. Надо пробить, мы отдаем. Когда надо наоборот придержать и отдать точную передачу, мы наоборот бьем. Ничего страшного, ничего страшного. Выходите, зажимайте, зажимайте. Так же выходим. Так же выходим, как первый тайм. Ну а второй тайм стал бенефисом Олега Дрожука. Вернее, его промахом, поворотом. Момент за моментом будет сейчас упускать наша команда у чужих ворот. Самому выходим. Я бы не испортил. Иван, свои падения. Ну все, ну куда? Идем в такой момент, я тоже хочу больше дарить. Подзавираться. Ну подожди, тут есть я, брат. Ну я такой же. Соли. Давид, штрафной удар. Хорошо вел в дальнюю девятку. Здесь вратарь подстраховал. Пора отыгрываться с Никитой Лесевым. Никита тащит мяч на себе. Ищет, ищет, куда дать дальше. На меня. Я в касании на чужого. Обратно на Никиту. Тот опять на Антона. Чушь на меня. Я в касании на дабу. Передача на Лесевого. Пас. Пустые ворота остается. Только ножку подставить мне. Ора! Правильно сделали. Да, по-моему. Собственно, тоже в первом матче за Амкао Про в ЛФЛ удалось отличиться. Ну атака, конечно, просто загляденье. Вот посмотрите. Это то, как вообще должно выглядеть в идеале все. Антон Чужой тоже стремится вперед. Пробует отдать мне передачу. Немножечко в пятку. Я дальше отыграю на Давида. Тот отыграет мне в касании. Но нет. Мяч слишком сильно пролетел. В принципе, из этого момента надо было выжимать удар как минимум поворотом. Но не думал я, что мяч пройдет в эту дырку. Под занавес матча мы пропустили все же один гол. Но это ничего не решало. Важные первые три очка были набраны. Для уверенности. Очень хорошо. Снова Антон Чужой с мячом в центре поля. Разбирается с защитником. Хороший длинный пас на Давида. Тот центр на меня. Чуть далековато. Я убегаю от одного защитника. Доборолся. Забрал мяч. Ушел. И, кстати, вот здесь можно было назначать пенальти. Правда, можно было назначать пенальти. По крайней мере, на повторе видно, что я уже ушел от защитника. И он наступил мне на ногу после того, как я оказался у него за спиной. И, кстати, не забывайте, кто действительно может обогнать не только всех игроков Анкала, но и Ламборгини. И нет. На этот раз я не про Forza Resora. Я про нашего 12-го игрока One X, чье второе имя. Такое же, как у Сипскана, играющего в центре поля. Дальше. Ну, а для всех продвинутых ребят имеется еще и QR-код. Очень просто. С мобильником можно даже прямо отсканировать. Ну, а в остальном, что где искать, вы и так бы. Ну, и дальше мы с вами возвращаемся в Amateur Лигу, в Испанию. Она, конечно же, послабее, чем Лига LFL, вышка. Вот. Соответственно, здесь ребята играют те, кто изначально были заявлены. И, можно сказать, самые выжившие. Потому что на неделе нам приходится играть сразу две игры. В субботу и в воскресенье. Это помимо двух-трех тренировок в неделю, которые у ребят есть. Здесь много знакомых лиц можно увидеть. Помимо того, что я играю в основном в составе в нападении. Тут еще был Никита Данте. Тут еще периодически будет появляться Андрей Сипскана, Никита Финита, который тоже здесь. Вот я отыгрался с братом. Передача на своего же брата, который через рикошет позволяет нам открыть счет в этом матче. Честно сказать, непонятно, каким образом. Но сразу же после этого мы пропустили гол. Мы пропустили гол в абсолютно необязательной для этого ситуации. Но после рикошета со штрафного первым на добивание оказался нападающий соперников. В центре поля я с мячом. Вижу, что никто не встречает. Можно делать передачу на дальнюю штангу. Но не удается нам довести все-таки это дело до опасного удара. Давид пробовал пробить. Мяч с ноги слетел. Запрос сразу же происходит к нашим воротам. Никита Финита нарушает правила. И пока долго-долго мы разговариваем с судьей. Случается быстрый розыгрыш. И 2-1. Вуаля! Сумасшедшая быстрая лига. Ну, здесь правда все по правилам было. Мы долго разговаривали. Кто никого не накрывал. Ребята воспользовались этой лазейкой. Хороший аут. Неплохо, кстати, разыграть получилось. На поле это не выглядело так эффектно и опасно. Я пяткой отыгрывал в касание на деку. Тот ножницами бил. Вот еще сейчас момент будет у меня. На замахе убираю защитника. Удар в дальний угол. Но нет, защитник спасает. Мяч снова у меня. Пяткой оставляю брату. Будет передача на Давида. Удар низом. Вратарь перед собой отбивает. Но голу все-таки не случилось. Данте подключается к атаке. Грек. Передача на деку. 2-2. Ну, наконец-то. Наконец-то деку. Именно в этой лиге сейчас все свои силы бросает на забитые мячи. Потому что есть шанс у него побороться за звание лучшего бомбардира Лиги Испании. Несмотря на то, что он сыграл намного меньше матчей, чем его соперник. Который конкурирует с ним за это звание. Ну и вот Олег Дрожук. Помогает деку отличиться еще раз. Протаскивает мяч через все поле. И остается только ножку в пустые ворота подставить деку. Ну, Олег, наверное, все-таки бил в этом эпизоде. Все мы помним Грека, который славится своими ударами в девятку. Но еще он голевые передачи в этом матче отдавал. Снова на деку и очередной гол. На этот раз головой. Заброс и гол! Аут бросается. Уже второй тайм. Мы с вами смотрим на меню. А, у меня момент. Я через себя пробовал пробить. В целом, никто не мешал. И было бы круто, если бы удалось все-таки попасть в створ ворот. Попков погибает, бьет через себя. Как красиво. Попкова. Попков красиво обыгрывает. Еще одного. Ай, хотел уже по-пижонски. Сиграя. Хотя подбор за Родакова. Родаков. Падение. Никита Финита. Первый на перехвате. Отправляет он хорошей передачей Деку в контратаку. Убегает. Один в три. Нарушение. Нарушение здесь, конечно же. Это достаточно опасный штрафной. И Деку просит пробить меня. Мы с Финном долго спорим. Он хотел забрать у меня мяч. Но нет. Нет, не отдал я ему в этой ситуации возможность пробить. Штрафной удар. Мой первый штрафной замкал проб. И залетает мяч. Удается вновь отличиться. Нарушил сейчас стетку. Пустил мяч прямо под ней. Игроки прыгнули. Шикарный. Вполне стандартно. 5-2. Счет 5-2. И получается, что это уже, я не знаю, какой. Третий или четвертый матч подряд, в котором мне удается забить. Не знаю. Это странное обстоятельство. Я не скажу, что это скилл. Скорее, команда, которая помогает это сделать. Кстати, еще один момент у меня был. В центре поля я отыгрываю с братом в касание. Дальше на Финита. Никитос, забивай. Не удается ему перекинуть вратаря. Было опасно. В целом, можно было решать эпизод. Матур МК или Брас. Ну, в общем, что я вам хочу сказать. Лига Аматура, она действительно не очень сложная. И нужна она нам была именно команде AmcalPro. В первую очередь, для того, чтобы набрать форму перед LFL. Для того, чтобы проверить ребят. Для того, чтобы понять, нужно ли нам усиливаться или нет перед LFL. И в конечном итоге, сейчас нам осталось доиграть в Аматурке. Всего там 1-2 матча. И как бы мы хотели все, уйти, короче. Все, AmcalPro играет в высшей лиге. Аматур, все. Но выявилась прикольная идея. Блогеры, ну, в частности, я, Финн, ребята Данте, сборникам не ходят тоже. Потому что у них пока нет возможности на тренировке. И, ну, наверное, за исключением только Олега Дрожука и Антона Чижова. Которые прям супер хорошо тянут играть в AmcalPro. Они там на ведущих позициях. И им действительно важно играть в вышки. Вот. В общем, все остальные, я и мои кореша, хотели бы собрать свою маленькую бригаду. Опять же, те, кого я вам назвал. Плюс там Коля Лакер. Я думаю, что Костя Ставр может захочет плюсануться. Ждан прям дико загорелся этой идеей и хочет тоже играть. В общем, я думаю, собрать своих ребят и сделать нечто вроде Amcalo первого сезона. Мы остаемся в этой лиге, в испанской. Выбираем себе какое-нибудь испанское название. Делаем прикольную форму тоже под настоящий клуб. То есть, какое выберем название испанское, такое, собственно, и форму выберем. И будем там играть. Будем играть без тренировок. Просто раз в неделю собираться. И все это дело будем снимать и выносить на суд вам. Эта команда будет такая полублогерская, полу... Состоять из моих корешей. Кто тоже хочет поиграть в клубик раз в неделю и кайфануть от этого. А AmcalPro будет решать уже другие задачи в высшей лиге ЛФЛ. И вот там уже максимально закос на результат. Там нужно, чтобы ребята бились. Поэтому, короче, если вам нравится эта идея, то, опять же, ставьте лайк. Пишите в комментариях, что можно это все дело провернуть. И вам интересно было бы смотреть на то, как мы пацанами играем в любительской лиге. В Аматурке. В Испании. Прикиньте, мы чемпионат Испании выиграем. Или, блин, я не знаю, какой-нибудь кубок Испании. Лигу Европы. Короче, если сейчас AmcalPro поможет нам быть в Европе, то мы потом своей бригадой постараемся в этой лиге Европы показать себя. Ну, а как я уже сказал, осталось нам доиграть всего пару матчей в Аматурке. У нас уже на сегодняшний день Деку является лучшим бомбардиром. И я надеюсь, что за оставшиеся пару недель ничего не изменится. В общем, вот вам статистика. Очень надеюсь, что Деку удастся взять звание лучшего. Вот, это будет прям маленький бонус в его копилочку. Ну, а мы переходим к высшей лиге LFL. Вот мы сейчас и посмотрим, кто здесь в порядке, в кавычках. Ну, это как минимум касается Чужого, который в очередной раз открывает счет и выводит свою команду вперед. Действительно, получается у него проявлять лидерские качества. Доказывает он, что по праву носит капитанскую повязку в этой команде. Ну, а вот так она наше ворота заканчивается желтой карточкой Ромы Тринихина. И это важная желтая карточка. Потому что вы сейчас скоро узнаете. Сначала давайте штрафной посмотрим, который был опасен, но не так опасен, чтобы стать голым. Ой, неплохо Дэн разбирается на Кипелов. Это, кстати, новичок нашей команды. Повторюсь, что вы еще узнаете этого парня. Он точно стоит того. Перевод на фланг. И Рома Тринихин цепляет защитника. За что получает второй горчичник. Удаление. Мы остаемся в меньшинстве. Ну, и, конечно, оставшись в меньшинстве, нам будет намного сложнее додержать счет победный. Потому что сразу же, ребят, как в хоккее, получается атаковать, прессинговать нас. Соответственно, у наших соперников появляются моменты и появляются голы. 1-1. Удается сравнять в первом тайме. Благо, удаление, кстати, в этой лиге не на совсем, а всего лишь там на 10 минут. Соответственно, нам нужно было доиграть первый тайм до конца. Еще одну минуту во втором тайме. И дальше может появиться восьмой игрок на поле. Первый тайм так и закончился со счетом 1-1. Начали, опять же, неплохо, забили гол. Есть моменты, когда, опять же, у того же Сереги Греху, да, Никита отдал передачу. Ты зацепился, он в твою зону пошел. Отложили Дэну, он на третьего, Никита туда сделает, он выйдет 1-1. Здесь, опять же, хорошо, Рома Тренихин тут вылезал, не хватает передачи. Там здорово вылез, Греху отдал, Грех на месте остался, и вместо того, чтобы двигаться вперед. Второй тайм, естественно, мы начали с атак на чужие ворота. Дэн обыгрывает одного другого на фланге, передача на чужого. Нет, не дойдет она, к сожалению, до адресата. Ну, вот, абсолютно невинная борьба в центре поля. Казалось бы, мяч у нас, Горов его отобрал. Но нет, удар с центра практически залетает, и мы проигрываем 2-1. Здесь никто не мог ничего сделать, потому что были уверены, что Серега уже отнял мяч. Все, он уже у нашей команды, можно разбегаться. Но эпизод закончился не очень удачно. Стас, хороший отбор. Серега пробует атаковать, но нет, в этой лиге можно играть жестко. Бара отыгрывает на Жору. Вот, кстати, еще один новичок. Ну, здесь свести судья, конечно, нарушение на Антони. Чужой зарабатывает горчичник нашему сопернику. Штрафной удар будет исполнять Жора сам. Неплохой удар бы вратаря, но добить некому. Вот, можно посмотреть повтор. Здесь был толчок Никиты Лесева, просто вытолкнули, легли на него просто, но главный арбитр этого не заметил. После этого еще доставалось по ногам, например, Денису больно прошлись по голеностопу, но мяч остался у нашей команды. Чушь в центр на Грека, на Жору, удар в защитника. Ну, естественно, уже нервы взвинченные, мы видим, что нас бьют. И вот здесь вот нарушение, и причем засчитывает именно, что Жора нарушал. Ля, мужик, у вас игру остановили, когда у вас лежал? Когда у вас лежал. А когда у вас лежал? А когда у вас лежал? С головой. Че Рэ сказал? Че Рэ сказал? А если что-то случилось? Пойдусь он остановит. Хорошо, вопросы. Ну, просто посмотрите, как несколько раз подряд получают наши по ногам. Ну, это действительно больно, и почему-то раз за разом пропускает мимо глаз. Этот товарищ главный арбитр, несколько ударов здесь пришлись в наших защитников, вот на контратаку. Получится убежать? Нет. Дэн в атаке! Попадает, но не совсем точно. Жора в центре, попытка на меня выкатить корпус, удается поставить удар. Ну, да. Вот на этом мое везение нападающего закончилось, потому как я все правильно сделал, развернулся хорошо, но не попал в створ. Да, это мой косяк 100%. Ну, блин, вот все идеально. Убрал мяч, вышел на ударную позицию, но, блин, ноги, короче, кривоногие. А еще один момент сейчас будет. Бара-доль удар, это накл. Ну, не забиваешь ты, забивают тебе. Мы видим, что игру, во-первых, не стали останавливать из-за того, что мяч вышел. Ну, а во-вторых, удар в девятку. И, кстати, странно, что чушь уже лежала еще до удара, до того, как пробили по нашим воротам. Ну, и, конечно же, нервы были на пределе. Нас били, и мы тоже хотели бить, поэтому чушь, пожалуйста, влетая здесь, зарабатывает желтую карточку. Бара бросает аут на Никиту Лесеву. Никита находит с чужой штрафной своего кореша Стаса Сычева головой забит мяч на последних секундах, практически, этой встречи. Сразу же бежит он в центр с мячом в руках. Ну, здесь, как всегда, это, собственно, то, что Стас играет головой в порядке, я думаю, все в курсе. 3-2. Еще одна подача на Стаса. Пробу. Ой-ой-ой. Прям из девятки вытаскивает голкипер. Ну, и на этом все. Звучит финальный свисток. К сожалению, второй матч в Лиге ЛФЛ не закончился для нашей команды победой. Это же футбол, все так валяются. Не только я хочу выиграть, понимаете? На самом деле ничего не было. Смотря на поражение, старались, опять же, вернуться в игру. Но, опять же, удаление раз. Потом неориализация моментов. Два тех эпизода, где надо было отдать, мы бьем. Где, наоборот, надо пробить, мы отдаем. Играли в футбол, молодцы. Но чуть поздно включились. Вторая, когда замены в первом тайме произошли, вот футбол. Вот вы начали двигать мяч, подстраиваться, меняться местами. И сразу же раз момент, два момента, удар, там блокируют удар. Вот это футбол. Сейчас то же самое. Мяч быстро стал ходить. Раз, два, с фланга на фланг. Отдали, подстроились, отставили, пробили. Вот, вот это игра. Луфл поражается, получается. Ладно, будем сильнее. Будем работать над собой. На следующей неделе придется биться за себя и за сегодня. Вообще, в нашей лиге очень много команд. И на данный момент сыграно три игры. Потому что пока мы все это дело монтировали, мы сыграли еще одну. Давайте вам сейчас ее покажем. Игра против команды Герты от Радная. И, собственно говоря, Денис Никипелов здесь отличился впервые на нашу команду. Просто посмотрите, какую чудовищную пушку он положил. Вот, если бы мы снимали дальние удары на приставку сейчас, то 100% Дэна надо было бы звать в роли. Ну и также, наверное, стоит отметить, что Олег Дрожук разобивался наконец-то. Хет-3 конформирует в этой игре. И итоговый счет этого матча 5-1. Мы не будем вдаваться в подробности, но у нас уже набрато 6 очков из 9 возможных. Знаем, что Рома пока что не допустила ни одной ошибки и набрала 9 из 9. Эгрессия имеет 2 победы и 1 ничью, что неплохо для нас. Ну и, в общем-то, турнирная таблица пока что выглядит вот так. Нам еще до Нового года предстоит сыграть несколько матчей. И, конечно же, хотелось бы, чтобы наша команда по итогу, когда очки все будут считать, допустила как можно меньше вот таких вот глупых ошибок и недоработок из-за удалений, из-за там незабитых моментов, как это случилось с командой в порядке, где мы проиграли 3-2. Но я бы не сказал, что счет действительно по игре. Если бы не случилось это дурацкое удаление, если бы вот не сложилось так, как сложилось в виде незабитых мячей, в том числе, кстати, мной, то вполне можно было забирать там тоже 3 очка. Естественно, когда будут игры против Ромы и Эгресси или против еще каких-то известных классных команд, то я вам об этом отдельно расскажу. Во всяком случае, подпишитесь в инстаграм AmcalPro. Там же, кстати, внизу есть ссылка на Михайловича, нашего второго тренера. Он там часто делает разборы в виде статистики, чтобы тоже вы видели, как вообще, кто, что, куда, зачем. Будем с вами знакомиться дальше с нашими ребятами, если вам интересно это дело. Будем вам все это показывать, рассказывать. И, конечно же, не забывайте, что мы очень надеемся на вашу поддержку, ставьте лайки, если хотите видеть инфу про AmcalPro дальше. И я думаю, что следующий выпуск уже объединит в себя финальную историю о том, сколько там деку забил, ставлю он лучшим бомбардиром, что у нас там был фейл, вот. И заявляемся ли мы своей бригадой такой, компанией блогеров, компанией тех, кто создает ролики, как, опять же, Ждан в Аматурке. Вот, так что, может быть, сразу много команд. Пока мы с вами ждем последний сезон Amcal, мы сможем с вами насладиться вот таким вот футболом в формате 8 на 8. На этом на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видосов. С вами был Герман Эль Классико. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok